Друзья, всем привет! Сегодня я запишу для вас обзор на данный аппарат. Это у нас Asus Zenfone 6. Давайте начнем с внешнего вида. Здесь у нас впереди находится экран на 6 дюймов с HD разрешением 1280x720 и покрытый защитным стеклом Gorilla Glass 3 поколения. Об этом написано на официальном сайте Asus и также есть информация на сайте Gorilla Glass, сайт производителя данного стекла. Сверху у меня, правда, я наклеил другое защитное стекло, потому как Gorilla Glass царапается, я решил его защитить. Сверху у нас расположен разговорный динамик, также ниже динамика логотип компании, которая находится под стеклом. Справа у нас двухмегапиксельная камера. Снизу у нас расположены три сенсорные кнопки, которые у нас не подсвечиваются. Здесь у нас такая металлическая вставка, выполненная в стиле Asus ZenBook. Такая, видите, да, она как переливается, как похоже. Если вблизи смотреть, похоже, как на на грамм-пластинку, что ли, такие концентрические круги такие вот от центра, расходящиеся. Справа у нас качелька громкости и кнопка включения, которая выполнена также в таком же стиле, как и вот эта поверхность металлическая. Но кнопки, правда, пластмассовые, покрашенные под металл. На левой грани у нас ничего нет. Сверху у нас находится микрофон и разъем для гарнитуры. Снизу у нас разговорный микрофон и микро-разъем поддерживающего ТГ. С задней стороны у нас расположена 13-мегапиксельная камера, светодиодная вспышка, логотип компании. Здесь он уже как нанесен, как будто краской такой серебристой. Снизу наклейка Intel. Так как у нас сердцем данного устройства является процессор от этого производителя. Давайте снимем крышку и посмотрим, что у нас находится под крышкой. Крышка снимается довольно-таки туго. Так, ну и что мы видим под крышкой? Здесь у нас два слота под микросим. Оба слота поддерживают 3G. также у нас слот под микро-SD карточку. Поддерживают этот разъем до 64 гигабайт. Также у нас тут находится несъемный аккумулятор емкостью 3300 мАч. Ну и как несъемный? Его применять-то в принципе поменять можно. Вот эти вот все винтики откручиваются, поднимаются крышки. Я правда этого не делал, но если вы захотите поменять, то я думаю вам, вы это или сами сможете, или обратитесь в сервисный центр, вам там помогут. Такие два здесь есть, прижимают получается. Это, чтобы не попадали сим-карты, это посредине получается, между сим-картами, вот эта штука посреди здесь вот, чтобы ничего не отвалилось, не вывалилось. Симки здесь стыкаются, как флешка, защелкивают сюда, щелк и отпустили, потом вытаскивают точно так же. На маленькое торчит ее пальцем раз и она вылазит легко. Аппарат удобно лежит в руке, как по мне, это кажется, будет даже интересен женской аудитории. Ну, он понравился моей супруге. Правда, я ей заказал уже другой смартфон, а именно Xiaomi Redmi Note. Тоже беленький, сзади белая, здесь сверху черная. Ну, это уже будет в следующем году, наверное, распаковка на него. Дисплей, как я сказал, у нас HD. Отлично тут все работает. Для 6 дюймов и процессора Intel с двумя ядрами, я считаю, это оптимально. Дисплей у нас выполнен по технологии УГС. Я думаю, вы все знаете, что это такое. Это у нас тач и экран представляет одно целое. Это дает нам большие углы обзора, как видите, да. Видно прекрасно все, с всех сторон, все. Ничего не выцветает, не выгорает, не инвертируется. Ну, в общем, дисплей качественный, мне понравился, претензий, короче, никаких нет у меня. Давайте посмотрим тесты. Так, где у нас тут? Антуту тест. 26508. Это наравне с восьмиядерными процессорами. Вот информация вся. Версия Android у нас 4.3. 2-хядерный процессор. Как я уже сказал, Intel Atom Z2580, 2 ГГц. Частота у него. Графический процессор PowerWare SGX544MP. Камера 13 Мегапикселей, я уже сказал. Оперативная память в этом аппарате 2 ГБ. И 16 ГБ накопитель. Как видите, тут уже занято у меня. Ну, доступно получается 12-28 ГБ. Остальное все уходит на систему. Процессор. Вот видите, два ядра. Тактовая частота. 32 бита. Ну, в общем, тут камера, вот, как я уже сказал, 2 Мегапикселя фронтальную. Ну, и всевозможные датчики. Сейчас я вам их покажу тоже. Так, у нас сенсор бокс. Сейчас запустим. Эй. Так, акселерометр. Всё у нас функциклирует. Датчик освещения. У нас с левой стороны здесь расположен. Сенсор ориентации тоже работает. Всё вроде откалибровано нормально. Датчик приближения тоже есть. Рабочее всё. Гироскоп. Вот смотрите, какой он. Прям шустрый до безобразия. Просто гироскоп. Такого очень редко я видел. Так. Звуковой сенсор. Работает. Не знаю, зачем он нужен, правда. Работает. Ну, и магнитный сенсор. Не знаю, что поднести рацию, что ли, попробовать. Видите, да работает. Наномарк тест. У нас вот показывает 63 фпс. Нормальный результат для этого графического ускорителя и для HD-разрешения, я считаю. GPS тест я запускать, наверное, не буду. Скажу только, что... Ну, спутник ловит он где-то примерно в течение минуты, наверное. Где-то так. И определяет координаты. Не самый выдающий результат работы GPS. Как по мне, так на Mi-4 вообще там практически мгновенно оно всё показывает. Ну, тут показывает и показывает. И добавлю ещё то, что здесь данная модель поддерживает ещё и GLONASS. Это, считаю, плюсом. Мультитач тест. Здесь у нас десятипальцевый мультитач. Вот, опять же, на стол ложишь, он почему-то не реагирует. Как было у меня с предыдущим телефоном. По-моему, с OnePlus. Здесь всё нормально. Видите, на стол ложишь получается. Не знаю, почему такое происходит. Видите, пропадает. Ну, здесь пальцев здесь есть. В общем. Так, что касается игр. Сейчас всё сами видите. Установил я вот такие вот игры сюда. FIFA, Asphalt 8 и GTA. Скажу сразу, GTA у нас не запустился. Ну, вернее, запустился. Но почему-то дальше начинаются какие-то глюки. Он никуда не бежит, персонаж. Он стоит на месте, какой-то становится белый весь. И звук какими-то рывками идёт. Ну, короче, не работает он здесь. Не знаю, почему. Ну, Asphalt 8 и FIFA 15 я вам сейчас покажу. Смотрим. Смотрим. Игорь. 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 Ну, как видите, игры идут хорошо. Несмотря на два ядра этого процессора и самый мощный графический ускоритель. Я так скажу, что Intel своё дело знает и знает его хорошо. И в этой ценовой категории он выгодно конкурирует даже с восьмиядерными аппаратами. Ну, ничем им не уступая практически. игры 3D хорошо, на данном девайсе идут, я этим приятно был удивлён. Немного греется, правда, процессор. Ну, процессор здесь возле вот части верхней, вот тут вот, нагревается. Но, опять же, как нагревается? Не сильно горячо, а как, ну, Snapdragon, я так, по моим ощущениям, греется ещё больше, нагревает. Вот, у меня владелец Mi-4, и его даже plane своя зомби игра нагревает так сильно, что он становится очень горячий и спереди, и сзади. Вот такие вот пироги. Что касается динамика, то это является минусом аппарата. Громкости не хватает, как мне кажется, особенно, когда, к примеру, я его носил в внутреннем кармане пуховика, то я часто пропускал звонки, так как я просто не слышал. Чуть-чуть чума на улице, и его вообще не слышно. Самым оптимальным и удачным расположением, я считаю, это торцы аппарата, либо снизу, либо сверху. Как у Apple, или, например, у Mi-4 так сделано. Есть такая тут программка, сейчас покажу, мастер настроек звука, где-то она тут. Так, вот она. То есть, вы переключаете в зависимости от того, что вы делаете на данном аппарате, в данный момент, либо играете в игры, смотрите фильмы, записываете аудио, музыку слушаете. Ну, вот так вот, в общем-то, вот так как-то. Очень удобная функция тоже. Так, что касается камеры. Камера очень порадовала, много настроек здесь. Вот такие вот есть. Фото и видео будет в конце этого видео. Также будет ссылка под видео на оригинальные файлы, которые я делал данным аппаратом. Видите, да, здесь какие есть режимы. Анимация, GIF. Можно делать. Улучшение. Вот режим «Все улыбаются», это когда, например, телефон вы ставите, да, и он не будет фотографировать, фотографировать только тогда, когда все люди будут улыбаться. Ну, прикольно, я считаю. Так, что касается батареи, батареи данного аппарата, то ее емкости смело хватает на два полных дня работы. Еще даже немного остается. Около 23%. Не буду даваться в подробности, что и как я делал с этим аппаратом, как его тестировал. Ну, интернет, YouTube, музыки немного. Телефонный разговор, это само собой. И так далее. Если вы очень активно используете телефон, то, конечно, вам его на день не хватит. Игры потребляет довольно-таки много. Ну, примерно час игры, это будет где-то 30-30 до 35% батареи съезд. И час видео я смотрел с флешки, которую, ну, с лот расширения вставлял. Где-то 10-15%. Ну, тоже в зависимости от качества видео, соответственно, битрейта и так далее. Есть вот такая интересная функция еще. Не могу о ней не сказать. Это управление одной рукой. Вот вы ее включаете. И у вас, вот, для правой руки, вот, можно для левой сделать. Чтобы вам было удобно дотягиваться одним пальцем. Можно также изменить под диагональ, которая вам удобна. Это, например, я так считаю, удобно. Очень, допустим, если вы едете в автобусе, у вас одна рука только свободна. Вот, не проблема, включайте эту функцию, и все тут у вас работает одним пальцем. Тык, тык. Раз, и обратно все возвращается. Системное уведомление у нас открывается вот так вот. Вот, с левой стороны вниз. Если провести справа, то у нас открывается панель от этих вот значков всех. Режим чтения тут еще есть. Режим энергосбережения. Режим чтения, вот, и очень удобно в темноте его использовать. Яркости поменьше убавлять. И очень удобно читать что-нибудь. Лазить в интернете. Глаза не устают и не болят. Так, кто-то у меня просил рассказать еще про чехол. Я так понимаю, люди спрашивали про оригинальный чехол, который идет как задняя крышка. Ну, вместо задней крышки этого аппарата. Писали люди, что он люфтит у них. Ну, здесь как бы люфтить ничего не может, так как он тут защелкивается очень плотно. Все. Работает вот такое вот окошечко, здесь включается. Можно здесь листать. Погоду вот показывает. Ну, и какие-то вот тут вопросы. Я не знаю, для чего это вообще. Кто знает, напишите. Можно поменять часы вот так, вот таким движением. Будут такие стрелочные часы. Кому как нравится. Прикольно. Также здесь можно отвечать на звонки. Влево-вправо сдвигаете такую эту, ползунок. Ну, и отвечаете на звонок. В этом чехле ничего не люфтит. Закрывается он нормально, как видите. Ну, закрывается вот и, в принципе, ну, щели как таковой тут нету. Телефон блокируется. Ну, со временем это еще больше разработает. Он будет плотно прилегать. Магнитного замка здесь нет никакого. Есть чехол, здесь замочек, но она примагничивается. Ну, по мне, так нормально. Здесь нормально сделан чехол. Мне такие чехол нравятся. Они не сильно утолщают аппарат. Как бы бампер получается такой вот. Приятный на ощупь сделан. Вот он приклеивается. Крышка вот так вот открывается. Телефончик мне понравился. Честно вам скажу. Ну, давайте, наверное, уже подведем итог. Так я сказал, смартфон мне однозначно понравился. Плюсов больше, чем минусов. Минус тут один. Это динамик. Можно было бы сделать его немного погромче. Как я уже сказал, я неоднократно пропускал звонки. Ну, несмотря на это, смартфон однозначно получился удачным. Если честно, то я даже удивлен его производительностью, несмотря на двухъяденный процессор. Ну, в принципе, на этом, наверное, все. Все, что я хотел рассказать об этом аппарате, я сказал. Если что-то упустил, спрашивайте. Отвечу всем. Если видео для вас было полезным, то ставьте лайк. Подписываемся на канал. С наступающим Новым годом всех вас, друзья. Всем удачи. Смотрим видео. Амур зимой. Димка кормит голубей. Димка. Папа, папа, на папу посмотри. Смотри, надо воробушкам дать. Смотри, вон туда. Вот. А, им тоже надо дать. Оголодавшие от деть. Они сейчас друг друга сожрут, ты не сыпь на них. Да, вся. Там пиротик такой толстый. Да, да у них там высыпается оттуда. Сик, вороби, ты кираж на березу. Все сиганули. А я им там тоже подачу сиганула. Опа. Пугаются в нем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok